Как я и обещал, я расскажу вам о том документе, который был мною получен из администрации президента Путина. Речь идет о некой справке по состоянию общественно-политической ситуации в республике Башкортостан. Я, признаться, был очень удивлен, что получил этот документ в ответ на собственный запрос. И, ну, в общем-то, спасибо чиновникам администрации президента. Любопытен этот документ именно тем, что мы можем понять, как видят Башкортостан из Москвы. В нем, конечно, очень много наивного, очень много такого, что может вызвать улыбку у тех, кто живет на самом деле в Башкортостане, а не находится в Москве на Старой площади. Но, тем не менее, есть и полезные вещи. Начинается, собственно, повествование с того, что в целом в республике сохраняется стабильная общественная политическая обстановка, межконфессиональное и межнациональное согласие. Здесь, конечно, настораживает слово «сохраняется», но, тем не менее, звучит это достаточно мажорно. Улыбку может вызвать то, что московские товарищи полагают, что успешно реализуется в республике государственная программа укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов республики Башкортостан. Мы, честно говоря, слышим о таком национальном проекте впервые. Учереждены ежегодные гранты главы республики Башкортостан для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов Башкортостана. Создан фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Очевидно, что московские товарищи здесь основывались, конечно, на голых отчетах из Белого дома Уфы и, в общем-то, не проверяли эти факты. Товарищи со Старой площади утверждают, что в образовательных организациях республики Башкортостан изучают в качестве родных языков русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, немецкий, украинский, белорусский, латышский, еврейский, польский и армянский языки. Печатные издания выходят на башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском и удмуртских языках. Удивительно, почему печатные издания до сих пор не выходят еще на армянском языке. Объединяющую роль для народов Башкортостана, по мнению чиновников из Кремля, играют такие национально-куртурные мероприятия, как Дни славянской письменности и культуры, Международный фестиваль национальной культуры Берземлек, Международные Аксаковские праздники и Международный фестиваль искусств сердца Евразии. То есть вот это цементирующие понятия для населения Башкортостана. Очень любопытно, что в этом пространном отчете упоминается то, что оказывается за последний год в Башкирии приведено 10 серьезных социологических исследований, которые принимались во внимание при принятии управленческих решений. Вот здесь, конечно, как говорится, спалились. В том смысле, что мы слыхем не слыхали об этих социологических исследованиях, а в Кремле об этом знают. Судя по всему, все-таки речь идет о социологических исследованиях, которые проводили кремлевские чиновники, а вовсе не башкирские. И вот здесь есть интересные цифры. В частности, когда речь заходит о межнациональных отношениях, упоминается, что только 55,6 опрошенных считают, что межнациональные отношения за последний год не изменились. Вот это очень существенно пугающая цифра, потому что если почти половина опрошенных считает, что произошли какие-то негативные изменения в межнациональных отношениях, то это, конечно, вполне себе повод для беспокойства. Также, упоминая об этих социологических опросах, было сказано, что в мае 2020 года прошел опрос измерения рейтинга доверия главе Республики Башкортостан, который показал, что всего лишь 58% положительно оценивают деятельность и доверяют Радио Хабирову. Вот здесь, там магическая цифра. Мы помним, 82% доверия, которые были оказаны Хабирову, ну, как будто бы были оказаны, как будто бы доверие, на выборах в сентябре 2019 года. И вот по прошествии 8 месяцев мы видим уровень 58%. То есть, несложно посчитать, что 24% доверия Хабиров потерял всего за 8 месяцев. В общем, вот, конечно, вот этот момент очень, на самом деле, тревожный. И здесь московские чиновники очевидным образом, как бы, ну, разоблачают ситуацию, которая есть у нас в Башкирии. Впрочем, двумя абзацами ниже московские чиновники изливаются в благодарность Хабирову о том, как он провел голосование по изменению в Конституцию. Значит, упоминается, что 1 июля 2020 года, там, более 90% населения Башкортостана приняло участие в этом голосовании. Из них 88,6% проголосовали за внесение изменений в Конституцию. В общем, тут, конечно, Старая площадь рукоплещет Хабирову, что, собственно, неудивительно. И мы знаем, что один из немногих моментов, которые действительно ценят Кремле в отношении Хабирова, это его умение, в кавычках, проводить выборы. Московские чиновники пишут о том, что в Крамаскалинском районе, вот этот вот эпизод почему-то отдельно вошел в эту справку, на самом деле произошел бытовой конфликт 7 ноября, в котором приняли участие активисты общественной организации БО «Башкорт», признанной Верховным судом Республики Башкортостана экстремистской. И в социальных сетях данный конфликт был зловредно преподнесен как конфликт с армянами. В кавычках вот так формулируют специалисты администрации президента вот эту ситуацию. И они упоминают, что с целью предотвращения массовых беспорядков перед въездом в село Крамаскалы со стороны города Уфы сотрудниками силовых структур было задержано 37 наиболее активных участников. Задержанные были доставлены в отдел МВД по Крамаскалинскому району. И данные граждане вели себя агрессивно. Была попытка массово покинуть здание. И в ходе задержания оказывалось сопротивление сотрудникам полиции. Далее перечисляются подразделения, которые приняли участие в этой спецоперации. Я эти названия опущу. И завершается эта история тем, что по итогам рассмотрения административных материалов Крамаскалинским районным судом 19 участникам этих беспорядков были вынесены решения о привлечении их к ответственности в виде административного ареста от одних до 15 суток. Меня, кстати говоря, удивило, что в эту справку именно вошел подобный эпизод. Почему-то московские чиновники посчитали правильным и необходимым упомянуть об этом. Вообще, конечно, существование этого документа, он такой довольно большой, обширный, и тут много других есть тем, о которых я просто не успею рассказать. Само существование этого документа меня удивило, и в смысле, и то, что почему-то мне его тоже доверили прочитать. Всем, кто относится с недоверием к существованию вот этого всего и того, что я сейчас говорю, я готов выслать копию этой справки, замазав некоторые цифры и данные, касающиеся меня лично, либо подразделения МВД, например. А в целом, очень любопытно, и повторюсь, это интересно для понимания, каким видит Башкортостан вот те самые москвичи, на которых мы время от времени уповаем, к которым мы время от времени апеллируем, пытаемся жаловаться на наших собственных чиновников. Честно говоря, я отчасти разочарован тем, что я прочитал в этой бумаге. С другой стороны, я укрепился в представлении о том, что москвичам глубоко безразлично, на самом деле, фактическое состояние и ситуация в республике. Для них есть некая такая основная позиция, которую должен занимать, например, глава республики и его подчиненные, а все остальное им будет разрешено и позволено, главное, чтобы они исполнили эту основную главную функцию. В данном случае речь все-таки идет о том, что Хабиров и его команда обязаны продвигать федеральную повестку в отношении Башкортостана, и если у них это будет удаваться, то тогда им простят очень многое. Это к тому, чтобы все те, кто уповают на мудрый Кремль или какого-то справедливого Путина или его администрацию, я думаю, надо немножко умерить свою вот эту веру и свои вот эти предположения и больше опираться и основываться на собственных силах, усилиях и возможностях.